В майские праздники ветераны Великой Отечественной, как всегда, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда по республике. Своевременный ремонт дорог позволил сократить количество ДТП более чем на 16%. Эти и другие темы обсуждали на очередном заседании правительства Чувашии. В преддверии 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне принято постановление о предоставлении бесплатного проезда участникам, инвалидам войны и сопровождающим их лицам с 3 по 12 мая. На железнодорожном транспорте общего пользования и пригородного сообщения. Также бесплатно ветераны смогут воспользоваться автомобильным транспортом. Михаил Игнатьев обратился с просьбой ко всем перевозчикам проявить уважение к ветеранам и обеспечить им бесплатный проезд. Важно, очень это значимо для нас. Мы обязаны молодое поколение перед нашими ветеранами. В текущем году 100 миллионов рублей субсидий направлены на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения. В границах городского округа из республиканского бюджета бюджетом городских округов. В том числе город АлатРа 18,8 миллионов рублей, город Канаж 11,7 миллионов рублей, город Новочебоксарск 17 миллионов рублей, Шумерля 9,5 миллионов рублей, Чебоксара 43 миллиона рублей. Ремонт дорог – тема резонансная. Многие обращения жителей республики использованы при составлении планов, послужили поводом для проверки качества дорог. Сравнивая Чувашию с другими регионами, Михаил Игнатьев отметил, что у нас выполняются все поручения президента России. Весь дорожный фонд, который у нас концентрируется в бюджете, мы направляем только на дорожное хозяйство. Это новые строительства, капитальный ремонт, реконструкция и текущий ремонт. Ну и содержание там. Благодаря предпринимаемым мерам в прошлом году удалось добиться сокращения количества ДТП более чем на 16%. В текущем году на реализацию проектов комплексного благоустройства площадок под компактную жилищную застройку на селе из федерального бюджета Чувашской республики направлено 18 миллионов 419 тысяч рублей субсидий. В республиканском бюджете Чувашской республики на эти цели предусмотрено 24 миллиона 440 тысяч рублей. Указанный субсидий предлагается распределить на завершение строительства автомобильной дороги в составе проекта комплексно-компактной застройки и благоустройства жилой группы в южной части деревни Яндово-Чебоксарского района. Сметная стоимость проекта составила 111 миллионов 700 тысяч рублей, а планируемый объем жилищной застройки на этой территории 79 жилых домов. На заседании правительства были также рассмотрены и другие социально важные вопросы. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика.